Традиционно субботы начинаются с итогов космической недели. Альфа-Центавра рассказывает вам о главных космических новостях, событиях и происшествиях. Приступим! Международная группа астрономов, возглавляемая университетом Бирмингама, обнаружила необычную яркую сверхновую. Результаты их работы описаны в журнале Nature Astronomy. В команду, совершившую открытие, также вошли исследователи из Гарварда, Северо-Западного университета и Университета Огайо. Учёные полагают, что обнаруженная ими звезда под названием SN 2016 APS может относиться к чрезвычайно редкому типу сверхновых, пульсирующим парно-нестабильным. Сверхновые такого типа ранее не наблюдались, их существование было предсказано лишь теоретически. Ведущий автор исследования Мэтт Никол отметил, что обнаруженное сверхновое излучало примерно в пять раз больше света, чем любая из вспышек, что учёные наблюдали ранее. Астрономы наблюдали этот объект в течение двух лет. Полученные ими данные говорят о том, что масса этой сверхновой составляла 50-100 масс Солнца, что примерно на порядок больше нормы. Вероятно, возникновение звезды такой массы возможно только благодаря слиянию пары звёзд поменьше. Наблюдаемую яркость астрономы объясняют взаимодействием взрыва сверхновой и газовой оболочки, которая в результате пульсаций была сброшена массивной звездой за годы до её вспышки. Ссылку на исследование вы найдёте в описании, а подтверждение же самого факта наличия таких вспышек позволит учёным больше узнать о жизни первых звёзд во Вселенной. Осталось лишь дождаться запуска телескопа имени Джеймса Уэбба. В 2017 году к нам наведался необычный гость — это был Оу-Муа-Муа, первый зарегистрированный межзвёздный объект, посетивший Солнечную систему. Объект, к слову сказать, довольно необычный — вытянутая форма, да и сама его природа никак не укладывается в представления учёных. Но свежее исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, кажется, проливает свет на процессы формирования гостя. Юнь Чжан из Китайской академии наук и Дуглас Линь из Калифорний Университета использовали компьютерное моделирование, чтобы понять, как на космические тела, планеты или астероиды влияет гравитация их материнских звёзд. Оказалось, что при слишком тесном взаимодействии со светилом эти объекты может буквально разорвать на куски. Некоторые из этих кусков могут иметь форму, подобную Оу-Муа-Муа, и выбрасываться из родных систем. Форму они сохраняют благодаря образованию своего рода коры — она появляется, когда тело находится слишком близко к звезде в условиях высоких температур, а по удалении от неё остывает. Юнь Чжан отмечает, что объекты вроде Оу-Муа-Муа могут сохранять внутри себя запасы летучих веществ, например, в виде водяного льда. Выделение этих запасов может являться объяснением сильного гравитационного ускорения Оу-Муа-Муа при его прохождении мимо Солнца. Хотя проведённое ранее наблюдение никаких следов дегазации воды или иных веществ не обнаружили. Астрономы надеются зарегистрировать больше подобных Оу-Муа-Муа объектов — они дадут нам новые знания о формировании планетных систем и, возможно, решат загадки нашего первого межзвёздного гостя. Ну а мы надеемся, что проект Альфа Центавра продолжит расти, цвести и пахнуть хорошим космическим контентом. Помогают нам в этом зрители и, конечно, спонсоры канала с Ютуба и Патреона. Список этих истинных джедаев вы видите на экране — в начале этой недели мы пообщались с ними в закрытом прямом эфире и будем такую практику повторять. Чтобы получить доступ к таким трансляциям и смотреть дайджесты раньше всех, вы можете поддержать наш канал от одного доллара здесь, на Ютубе или на Патреоне. Все необходимые ссылки в закреплённом комментарии. SpaceX на этой неделе собиралась запустить очередную партию спутников Starlink, но без объяснения причин перенесла старт на 23 апреля. Ракета в пятницу успешно прошла огневое испытание, так что ждём вас на стриме с новой датой. Джим Брайденстайн, глава НАСА, наконец-то объявил дату пилотируемого испытательного полёта Crew Dragon. Исторический старт состоится 27 мая вечером в наших часовых поясах. Возрадуйтесь все, кто долго ждал этого момента. Боб Бенкен и Даг Хёрли будут добираться до МКС 24 часа. Даг, кстати, летал на последнем шаттле в 2011-м. ExoLaunch — немецкий провайдер запусков небольших спутников — подписал со SpaceX соглашение о совместных запусках на Falcon 9. Провайдер планирует использовать специально созданный для ракеты адаптер и систему развертывания спутников. Компания Илона Маска продолжает успешное шествие по рынку доставки полезной нагрузки на орбиту и отъедает часть пирога у небольших ракет. В Бока-Чика на этой неделе внутри ангара были замечены три переборки баков для следующего прототипа Starship — SN5. Маск разговорился в Твиттере и рассказал, что у SN4 не будет плавников, так как компании в очередной раз перепроектировали как общую аэродинамику аппарата, так и плавники и их актуаторы. Всё это великолепие обещал показать нам на SN5 или SN6. Ещё мы узнали, что сделан двигатель Raptor с серийным номером 26 — скоро их будет достаточно для одного комплекта Starship плюс Super Heavy. Основную часть SN4 собрали и в ближайшие дни перевезут на стартовый стол, где будут готовить к испытаниям. Скорость, с которой на юге Техаса создаются прототипы космического корабля весьма впечатляет. Также главный инженер SpaceX заявил, что в Бока-Чика больше сосредоточены на создании производства, которое строится вокруг нержавеющих баков для полётов. Так что он спокойно относится к разрушениям первых прототипов в ходе испытаний, так как их конструкция не оптимальна. Если эти прототипы переживут испытания, то станут украшением газона. Зато каким украшением? Питер Бек, глава Rocket Lab, пришёл в ответы к Маску и согласился с тем, что создание производства намного сложнее проектирования орбитальной ракеты. Без новостей от Rocket Lab на этой неделе не обошлось. Компания Питера Бека заключила соглашение с японским стартапом Sinspective. В конце 2020-го со стартовой площадки LC1 в Новой Зеландии на ракете-носителе Electron в космос отправится первый спутник компании из страны восходящего солнца. Он называется Strix Alpha, а его задача состоит в наблюдении за поверхностью Земли при помощи радара с синтезированной апертурой. Преимущество такого способа наблюдения состоит в том, что аппарат получает очень детализированные снимки, вне зависимости от погодных условий и времени суток на Земле. Sinspective планирует развернуть на орбите спутниковую группировку Strix, состоящую из 25 аппаратов. Компания будет предоставлять полученные ими данные другим фирмам, правительствам или исследовательским организациям, а те, в свою очередь, будут применять их для решения различных вопросов — от мониторинга строительства до реагирования на стихийные бедствия. Астрономы Европейской Южной обсерватории смогли увидеть прецессию орбиты звезды около чёрной дыры. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте организации. Благодаря наблюдениям очень большого телескопа впервые установлено, что звезда, обращающаяся вокруг сверхмассивной чёрной дыры в центре Млечного пути, двигается в точном соответствии с предсказаниями общей теории относительности Эйнштейна. Орбиты звезды образуют розетку, а не эллипс, который соответствовал бы ньютоновской теории гравитации. Этот долгожданный результат получен из измерений, проводившихся со всё увеличивающейся точностью на протяжении более тридцати лет и позволивших учёным разгадать многие из загадок монстра, притаившегося в сердце нашей галактики. Этот знаменитый эффект, впервые наблюдавшийся на примере орбиты Меркурия вокруг Солнца, когда-то был первым экспериментальным подтверждением общей теории относительности. Одна из звёзд, окружающего чёрную дыру скопления S2, в ближайшей точке своей орбиты подходит к сверхмассивной чёрной дыре на расстоянии менее 20 миллиардов километров, что в 120 раз больше расстояния между Солнцем и Землёй. Это одна из самых тесно сближающихся со сверхмассивным монстром звёзд. В точке наибольшего сближения с чёрной дырой S2 несётся в пространстве со скоростью составляющей почти 3% скорости света, делая один орбитальный оборот за 16 лет. Большинство звёзд и планет имеют не круговые орбиты, и поэтому, двигаясь по ним, оказываются то ближе к центральному объекту, то дальше от него. Орбита звезды S2 прецессирует — это означает, что положение точки её наименьшего удаления от сверхмассивной чёрной дыры с каждым оборотом меняется. Следующий виток орбиты поворачивается по отношению к предыдущему на определённый угол, и все эти витки образуют что-то вроде розетки. Общая теория относительности точно предсказывает, насколько сдвигается орбита, и последние измерения, выполненные авторами данной работы, в точности соответствуют этой теории. Этот эффект, известный как прецессия Шварцшильда, никогда ранее не измерялся для звезды вблизи сверхмассивной чёрной дыры. Участники группы надеются, что когда вступит в строй чрезвычайно большой телескоп, они смогут увидеть гораздо более слабые звёзды, орбиты которых проходят ещё ближе к сверхмассивной чёрной дыре. Это позволит измерить их вращение, а значит станут известны оба параметра, определяющие чёрную дыру Стрелец А со звёздочкой, и свойства пространства времени вокруг неё. Звезда V906 Киля вспыхнула как новая в 2018 году, и лишь недавно наблюдения с трёх спутников позволили учёным понять, что именно тогда произошло. С 2010 года миссия NASA-ферме засекла 14 вспышек новых. До этого учёные не думали, что новые звёзды могут излучать самую энергетическую форму света — гамма-лучи. Когда белый карлик вытягивает материю из звезды компаньона, газ образует утолщающий слой, который в определённый момент вспыхивает в виде термоядерного фаербола. Это и есть новое. Во главе с командой из Университета штата Мичиган астрономы изучали V906 Киля, используя высокоэнергетические данные ферме, рентгеновский телескоп NASA New Star и видимый свет от канадского спутника под названием Bright Toronto. Под влиянием орбитального движения звёзд остатки взрыва сперва образовали вокруг системы расширяющееся кольцо. Затем спустя примерно 10 дней с кольцом столкнулся выброс, возникший в результате остаточных термоядерных реакций белого карлика. Получившиеся ударные волны создали гамма-лучи и оптические вспышки, которые рассеяли большую часть энергии новой. Благодаря таким наблюдениям мы впервые узнали, что гамма-лучи могут рождаться в результате взаимодействия высокоэнергетической ударной волны с продуктами звёздного взрыва. Чуть более подробную информацию вы найдёте на сайте NASA по ссылке в описании. Космический аппарат OSIRIS-REX стал ещё на шаг ближе к своей цели — доставке образцов грунта с астероида Бенну. На этой неделе зонд прошёл через своеобразную тренировку, в которой отработал последовательность всех этапов для забора проб. Аппарат сошёл с безопасной круговой орбиты над Бенну и в течение примерно четырёх часов снижался над астероидом. OSIRIS-REX сблизился с ним до 75 метров, проверил систему забора проб TEG-SAM, а затем отправился на свою родную орбиту. При этом некоторые инструменты зонда собрали научные данные, а также провели спектрометрические наблюдения на месте пробы отбора. То же самое будет происходить и во время реальной операции по взятию образцов грунта. Механизм забора проб соприкоснётся с поверхностью Бенну всего на пять секунд — это событие произойдёт 25 августа. Планируется, что OSIRIS-REX вернёт частички астероида на Землю 24 сентября 2023 года. На нашем сайте советуем ознакомиться со следующими материалами от пользователей и редакций. «В первую очередь забытый мной на прошлой неделе обзор игрушек-симуляторов ракетостроения», — написал его Кижи Фокс. Ещё один обзор, правда, на этот раз космических лун — это уже вторая часть материала на тему спутников Солнечной системы, от пользователя под ником «Зелёный год». О космических собаках и обезьянах вы наверняка слышали, а вот о жизни и полёте единственной космической кошки хороший пост написал Иван Лапченко. Игорь Егоров в формате большой статьи на основании собственного опыта рассказал о прошлом, настоящем и будущем плазменных ракетных двигателей, просто Мастрид. О более обоснованных свидетельствах жизни на Марсе интересную статью перевёл Александр Тарлаковский, а редакторский вклад в ваши ленты представлен материалом Марка Романова о том, так ли необходимо присутствие в космосе людей. На канале мы, как и обещали, сократили количество малоинформативных и скучноватых переводов. Вместо них подготовили забавный интересный ролик о суевериях и традициях космонавтов и астронавтов по сценарию Кати Павлушенко. Посмотрите его, вы правда не пожалеете. Все ссылки будут в описании под видео. Запусков на этой неделе, увы, не было, Starlink перенесли с 16-го на 23-е число, будем надеяться, что пуск состоится и мы посмотрим его в прямом эфире вместе с вами. А 25-го апреля российский корабль «Прогресс» отправится к Международной космической станции с припасами, инструментами и научной нагрузкой для экипажа. Среди съестных припасов в груз входят апельсины, грибфруты и колбаски, хранить их нужно при температуре около 20 градусов, а срок годности истекает 30-го апреля. Стыковка должна будет состояться примерно через три с половиной часа после запуска. Вот и всё на этой неделе, не забывайте о сроках годности земных продуктов, будьте внимательны к окружающим и не забывайте о лайках и комментариях под дайджестами. До встречи на следующей неделе!